Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом... Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, ребята! Посмотрите, что у меня есть. Простая коробка с карандашами, скажете вы. Нет, приглядитесь получше. Ну что, что-нибудь увидели? Да здесь же целый мир. Вся наша земля больше того. Вся вселенная, море и суша, ночи и рассветы, проливные дожди, веселые мостики, радуг. И все это внутри маленькой коробочки. А хотите узнать, как живут ее обитатели, карандаши? Тогда послушайте одну удивительную сказку, которую написала Светлана Рыбакова. В одной цветной коробочке жили веселые разноцветные карандаши. Красный, белый, желтый, розовый. Все разные, но необыкновенно дружные. Жить им было интересно. Каждый находил себе увлекательное занятие. Желтый носился по полям и зажигал пушистые одуванчики. Зеленый всегда спешил куда-то с озабоченным видом. Еще бы. Только представьте себе, сколько надо было успеть. Елочку подзеленить, молодые листочки на свободу выпустить, травой землю выстелить. А красный, шутник и затейник, возьмет летом вишню с малиной, да разукрасит детишкам щеки и носы. Пойди отмойся. Самым старшим и значительным был синий карандашик. Все его очень любили. Ведь невозможно обойтись без высокого синего неба. А прозрачные стекла шкельдинок, первые осенние заморозки, реки, озера, моря и океаны, смешливые васильки на лугах. Но был в этой дружной цветной компании один несчастный. Черный карандашик. Он сильно страдал из-за того, что появился на свет черным. И что такого замечательного можно сделать черными руками? Разве что оставить какую-нибудь грязь на кухонном полотенце? Грустно думал он, с завистью поглядывая за угла, как другие играли в радугу. Ему хотелось быть веселым и озорным, прыгать и смеяться вместе со всеми. Но получалось обратное. Он ходил, высоко подняв голову, и смотрел на всех сверху вниз, тайно страдая. И еще этот карандашик очень любил петь. Но даже песни у него были невыразимо грустные, как его настроение. И однажды он подумал, а зачем жить на свете, если ты черен, никем не любим, и нет от тебя никакой пользы. Лучше пойти и утопиться. Бедный карандашик пошел к пруду, сел на мостик и заплакал. А в это время сюда спешил синий карандашик, чтобы подкрасить пруд, в котором недавно искупался зеленый. Почему ты плачешь, черненький? Никто меня не любит. Ничего путного, кроме черных кошек и крикливых ворон, у меня не выходит. Чудак, у тебя замечательный цвет. Строгий, торжественный, элегантный. А ночи? Ты забыл черный бархат небесного покрова, черную землю, на которой держится весь этот удивительный разноцветный мир. Посмотри вокруг. Рояль, обрадовался черный. Я так люблю петь. Хоть он и черный, как я, но на нем можно исполнять прекрасную музыку, от которой радуется душа. И вот на берегу пруда появился черный элегантный рояль и милый старичок Пенсне. Черный карандашик, вспомнив, что торжественная обстановка требует его цвета, воскликнул. Позвольте мне. И, не договорив, одел старичка черный фраг. Старичок сел за рояль, и полилась чудесная музыка. Карандашики, их друзья-звери, птицы, все, кто слышал радостную мелодию, спешили к ним. А черный карандашик слушал и думал, как хорошо жить на свете. А знаете, ребята, мне кажется, что люди чем-то похожи на эти карандаши. Мы с вами все такие разные, и у каждого из нас есть свое особое предназначение, у всякого есть свой талант. Только он не всегда и не всем виден. Поэтому, может быть, кому-то из вас и кажется иногда, что он ничего особенного не умеет делать, ни красиво петь, ни рисовать, ни играть на скрипке или рояле, и взгрустнется ему от этого, не стоит унывать. Каждый из нас получил свой дар от Бога. А кому-то, может быть, Господь даровал самый главный талант, не внешний, видимый всем, а внутренний. Самый главный талант – это доброе сердце, спешащее всем на помощь. И нет на свете ничего дороже доброты и любви. Ну вот, на сегодня все. Может быть, кто-нибудь из вас тоже захочет открыть таинственный мир в коробке с карандашами. Буду ждать ваших цветных открытий. До встречи и храни вас Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!